Также Всевышний Аллах сказал, «Я июхар-расулю, баллиг маунзеля аляйкамир робик». Также Всевышний Аллах сказал, «О посланник, доноси то, что неспослано тебе от твоего Господа». Это тоже приказ и ему, и его общины. Потому что на это указывает, так же ли подтверждается, это так же словами правокуса Аллаху Саусам, «Баллигу анни у аляу ая, доносите от меня, будь это даже хотя бы один аят». У нас Барак Лауфикум в этом вопросе, то есть, если мы поняли, и слов Шеху Сааминова, «Посланник, доноси то, что неспослано тебе от Господа твоего». И слов Пророк Саусам, «Баллигу анни у аляу ая, доносите от меня, будь это хотя бы одно аят», то есть, одно знамение, или что-то из откровения. У нас крайности есть, две крайности в этом вопросе, братья. Первая крайность Барак Лауфикум появилась, группа людей заблудших, которые говорят, что все поголовно, от малого до великого, будь это мужчины или женщины, должны заниматься призывом к Всевышнему Аллаху. Мало этого, они должны выходить из дома на 4 или на 40 дней, или на 4 месяца. Это является уаджибом для каждого хотя бы один раз в жизни, и так далее, и тому подобное. Ну хорошо, давайте мы прислушаемся к вам, условно говоря, и будем делать то, что вы говорите. А к чему призывать? Да разницы нет, просто призывай и все. Самое главное, призывай, самое главное, не молчи. А если я не знаю, к чему призывать? Один раз я был свидетелем, братья. В одной арабской стране были братья из стран СНГ. И они попали в группу этих людей. И эти люди взяли их с собой, это джамат таблих, взяли их с собой, чтобы те занимались призывом. И эти русскоязычные ребята говорят, мы не знаем, к чему призывать. Да не важно, просто хоть что-нибудь говорите и все. А людям в деревне это было интересно, это знаете, как говорят, как негра к нам привезли, это русские жители, как негра в этой стране были. Все на них пришли смотреть. И этот парень пришел, русскоязычный, и думал, думал, что сказать. И говорит, крокодила, говорит, четыре лапы, и он ползает на животе. И все в мечети, да. А у слона, говорит, тоже четыре лапы, но он не ползает на животе. Все, да. А у человека всего лишь две ноги, он ходит на ногах, все, да. Поэтому все вы обязаны выйти на четыре дня призывать Всевышнему Аллаху все, да. Понимаете? Вот примерно такой призыв. Это одна крайность. Другая же крайность, Бара Клоуфикум, наоборот, который говорит, вообще никто ничего не имеет права говорить в религии. Пока у тебя не будет 15 иджаз, разрешения от шейха, рекомендации, я не знаю чего, каких только документов у тебя, чтобы не было. То есть, как, понимаете, бюрократия самая настоящая. Вообще тебе запрещено что-то о религии говорить. А как, Баржи, а как мне практиковать этот аят? Я, Ю, Расу, Любальник, Маузеля, Ляк, Миробик. Нет, пока ты шейхом не станешь, пока ты 20 лет учиться не будешь, пока шейхи тебе не засвидействуют, пока, 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 ты не имеешь права говорить. И на самом деле эти люди убили призыв в наших республиках. Убили полностью призыв в республиках. А мы же видим, мы целую главу сейчас разбираем, приказ одобряемый, запрет порицаемый. Парень, который прислушался к этим ребятам, видит столько противоречий дома, религии происходит, и боится говорить, почему? Устаз сказал, мы не имеем права в религии говорить. А устаза я привезти домой не могу, поэтому пускай моя жена что хочет делать, пусть мой отец что хочет делать, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Нет. Мы говорим Бараклу Фикуму, то, что ты знаешь, призывай, а то, чего не знаешь, скажи, я не знаю. То есть тебя задаст вопрос тебе человек, брат, как зайти в ислам? Тебе что надо сказать? Я не могу ничего сказать, устаз запретил мне говорить, поэтому пришел тебе какой-нибудь сосед неверующий, я ничего тебе говорить не буду. Понимаете, говорит? А по идее ты должен что сказать? Чтобы зайти в ислам, надо сказать, ля и лахла Аллах Мухаммаду Расулу Аллах. А что значит ля и лахла Мухаммаду Расулу Аллах? Ты знаешь, да, знаю. То, что один Аллах достоин поклонения, и нельзя поклоняться никому, кроме него, и то, что Мухаммад Са Аллахом является его посланником. А что значит его посланникам? Что поклоняться Аллаху надо только так, как с этим был послан Мухаммад Са Аллахом. Понятно, да, понятно. Хорошо, сосед мне задает вопрос, а сделай мне грамматический разбор, свидетельствуй ля и лахла Мухаммаду Расулу Аллах. И теперь от того, что ты не знаешь, от грамматический разбор, тебе нельзя говорить, призывать соседок к шагаде? Скажи, я не знаю. Если хочешь, я тебе найду людей, которые знают, и спрошу у них, или отведу тебя. Вот и все. Вот так делается призыв. Понятно, да? То есть говори о том, в чем ты уверен. Если ты чего-то не знаешь или сомневаешься, скажи, не знаю, и все. Но скажи, не знаю, это не значит, что ответа на это нет. Ответ на это есть, просто я на это ответ не знаю. Если хочешь, я тебя свяжу со знающими людьми и так далее. И поэтому золотая середина Бара Калоуфикум, что каждый призывает на основе того, на основе тех знаний, которые именно он и обладает, и если о чем-то не знает, говорит, я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok